Друзья, всем привет. И сегодня мой обзор будет посвящен девайсу, который по расписанию или даже по восходу или заходу солнца сможет управлять практически любыми видами жалюзи. От горизонтальных до вертикальных. До конструкции зебра день-ночь. Причем устройство может не только открывать жалюзи, но и полностью их открывать. Основной плюс этого устройства его автономность и независимость от розетки. И добавлю к этому простой монтаж, управление не только со смартфона, но и кнопками на устройстве. Мотор для жалюза поставляется вот в такой вот упаковке, где в верхнем углу присутствует наклейка с выбранным типом протокола. В моем случае это ZigBee протокол. Также есть версия с Wi-Fi и Bluetooth подключения. За доставку переживать не стоит. Каждая деталь из комплекта находится в своем лотке. С инструкцией ознакомиться крайне необходимо. Без нее мы банально даже не сможем сделать сопряжение и обучение к ранним точкам нашего мотора. Умной мотор предназначен для работы со шнурками от 0,3 до 4 мм, а также для цепочек диаметром 3-9 мм, в том числе и металлическим. Для каждого вида есть своя шестерня. В комплекте их 4 штуки. Первая шестерня для цепочек с большими шариками или квадратиками, также для работы с толстыми шнурами. Вторая шестерня для металлических цепочек. Третья и четвертая шестерни для работы с тонкими и стандартными шнурами, а также цепочек с маленькими и средними шариками. Перед монтажем рекомендую проверить, какой вид шестерни подойдет именно вам. В моем случае это будет шестеренка под номером 4. Но не стоит переживать, если с первого раза не угадали. Шестеренку всегда можно заменить легко, даже на смонкированном моторе. Для подзарядки или первой зарядки, встроенного в мотор литий-полимерного аккумулятора, емкостью 1000 мм. в комплекте, находится блок питания, который выдает 84 Вольт и 0,5 Ампер. Если устанавливать мотор на северную сторону или на окно, на которое очень редко падает солнце, то лучше предусмотреть возможность питания мотора от этого сетевого блока питания. Длина шнура составляет 1 метр 40 сантиметров. Я же брал умный мотор именно с расчетом на использование без розетки и лишних проводов, поэтому выбрал модель с аккумулятором и возможностью подзарядки от энергии солнца. Для этого в комплекте находится солнечная панель мощностью 0,77 Ватт. Для крепления на окне уже предусмотрены две присоски. Длина провода составляет 1 метр. Встроенство может быть и автономным умным мотором автоматически открывать-закрывать жалюзи в зависимости от интенсивности света. Для этого в углу возле одной из присосок расположился датчик освещенности, который передает информацию о мозге мотора. По задней части в характеристикам видим, что панель выдает рабочее напряжение 11 Вольт и выходной ток 70 мА. Размеры панели составляют 185 на 41 мм. Для простого монтажа на гладкой поверхности, например, на плитке или раме окна, в комплекте находится двухсторонний скотч 3М. А для других поверхностей два шурупа и два самореза. Наш герой обзора – универсальный умный электропривод для практически любых видов жалюзи или рулонных штор. Узготовлен из ударопрочного пластика. В нижней части мотора расположились кнопки управления и светодиод индикации работы. Кроме этого режим работы кнопок можно изменить. В верхней части под крышечкой расположен сам шаговый двигатель, на металлический вал которого нам необходимо установить выбранную шестерню. На пластиковой крышке, которая закрывает этот узел, есть пластиковые ушки, которые необходимо будет отломить в зависимости от установленной шестерни и соответственно типа цепочки. На правой грани забавная наклейка в стиле «Хватит дергать, жми на кнопку». В нижнем торце расположился порт подключения питания 8,4 В, кнопка настроек и сопряжения, а также порт для подключения солнечной батареи с датчиком света. На обратной стороне у нас монтажная пластина, которая удерживает одна небольшая защёлка. К сожалению, производитель не подумал сделать несколько позиций для натяжения шнура или цепочки. Было бы логично сделать 5-7 ответных язычков, чтобы при необходимости можно было регулировать силу натяжения, даже не снимая мотор с крепления. Кроме этого, под монтажной крышкой обнаруживаем характеристики устройства. Питание 84 В, крутящий момент 0,45 Нм, диапазон скоростей от 20 до 40 биротов в минуту, протокол сопряжения системы нового дома ZigBee. Открутив 4 винта, снимаем заднюю крышку. Аккумулятор съемный, литий-полимерный, емкостью 1000 мАч, 7,5 Ватт часа. Вся система построена на базе ZigBee модуля TYZS-3. Разработана Hajo 2 Information Technology, которая содержит в себе 32-разрядный процессор IRM Cortex-M4, 64 кБ оперативной памяти, 512 кБ постоянной памяти, также чип связи с максимальной мощностью 19 dBm. На узле редуктора видим обозначение S29Z370, Google ответа не знает, будем разбирать. Часть шестеренок в редукторе пластиковые, а часть металлические. Чем обоснован такой выбор сказать затрудняюсь, но смазка в наличии и в достаточном количестве это плюс. Удерживая кнопку в нижней части более 10 секунд, включаем мотор. Светодиод индикации при включении морднет 2 раза синим. При выключении морднет медленно 3 раза. Если нам необходимо чуть-чуть приоткрыть или закрыть жалюзи, то до полутора секунд жмем на любую из кнопок. Если надо заставить мотор работать беспрерывно или до конечных точек, удерживаю кнопку более полутора секунд. Для остановки жмем на любую кнопку. Направление движения двигателя при нажатии на кнопки вверх или вниз можно изменить. Для этого нажимаем на кнопку настроек 5 раз, пока светодиод не морднет 3 раза синим цветом. После этого нажимаем и удерживаем от дверя на две кнопки в течении 3 секунд. Светодиод опять морднет 3 раза. Полярность поменялась. Теперь нам необходимо выставить верхнюю и нижнюю границы сработки, чтобы не порвать или не сломать наши жалюзи, ролеты или шторы. Удерживаем кнопку настроек более 5 секунд, пока индикатор не загорится красным цветом. Один раз нажмем кнопку вверх, индикатор начинает моргать. Доводим до нужной нам высоты или угла поворота штор. Банально ищем нам нужную верхнюю или крайнюю точку. После этого опять удерживаем кнопку настроек 5 секунд. Светодиод моргнет 3 раза синим, настройки сохранены. Процедуру повторяем для нижней крайней точки. Все то же самое, только жмем на кнопку вниз. После того, как верхняя и нижняя границы заданы, даже одиночное нажатие на кнопку приводит к открытию или закрытию жалюзи, в зависимости от нажатой кнопки вверх или вниз. Для перехода в режим сопряжения необходимо удерживать кнопку настроек и кнопку вниз в течение 5 секунд, пока светодиод не моргнет 5 раз синим цветом. Для сброса настройки удержим кнопку настроек более 5 секунд, пока индикатор не загорится красным. После этого удержим кнопку настроек более 10 секунд, пока светодиод не моргнет 3 раза синим цветом. Я делать это не буду, потому что уже настроил. Для подключения девайса к системе умного дома нам будет необходим зибрик шлюз Туя. Скачиваем и установим приложение Туя Smart или Smart Life на мой смартфон. Открываем приложение, переводим двигатель в режим сопряжения, жмем плюсик в правой стороне «Добавить», выбираем пункт «Автоматически». Если автоматический поиск не дал результатов, добавим вручную. Для этого выбираем любой девайс с зибрик протоколом, указываем шлюз, ставим галочки, что устройство готово, жмем «Далее» и ждем результатов поисков. После этого все что надо это переименовать устройство по своему усмотрению. Переходим в главное окно приложения, тут мы сразу видим наше окно и статус-штор, закрыто или открыто, виртуальными кнопками мы можем открыть или закрыть жалюзи, а можем даже приоткрыть на определенный процент, просто поверя сбоку пальцем. Устройство опознает и нажатие кнопок на моторе и также передает статус «Закрыто» или «Открыто» в приложении. Это довольно удобно, так как вы на 100% будете знать открыт или закрыт ролет, даже если его открыли без автоматизации вручную. В дополнительных параметрах можно посмотреть информацию об устройстве, создать группу с другими устройствами. Это будет удобно, если в комнате больше одного окна с жалюзи, которым надо управлять одновременно. И также предоставить управление другому члену семьи. Основные настройки сделаю, но про перевести или нормально обозвать, как по мне, забыли. Указываю направление движения мотора «Forward» или «Back». «Jo Con» можем изменять на «Jone» или «Con» неизвестный и непонятный параметр. Можно сделать полный сброс, активизировав параметр «Reset». Функция «Unlimit Set» и «Limit Set» осталась тоже неизведанной. Насколько я понял, это активно, когда мы запрограммировали в верхнюю и нижнюю точку. Так, как после сброса устройства эти переключатели неактивны, а после обучения становятся активны. В меню «Speed» можно выбрать скорость вращения от 20 до 40 оборотов в минуту. Также можно добавить до 6 различных таймеров, когда будет один раз, среда, понедельник, то есть автоматизация по времени и что это будет, заметка и контроль открыта или закрыта. Получился такой вот таймер. Монтаж и автоматизация, тут все просто, выбираем нужную нам шестеренку, как можно сильнее натягиваем цепочку, отмечаем место крепления. Если поверхность ровная, используем скотч из комплекта, предварительно обезжирив поверхность, если скотч не крепится, то сажаем монтажную планку на два самореза. Защёлкиваем мотор и проверяем работу с помощью кнопок управления. Тут я рекомендую более точно отстроить конечные точки режимы открытия и закрытия. Проверяем работу после того, как мы откорректировали верхней и нижней точки. и открываем. Все отлично работает, монтируем солнечную панель на окно, как вам будет удобно. То есть метр у нас хватает так, чтобы солнышко на нее попадало. Вращение начинается с малых оборотов и через пару секунд повышается до максимальных. Отлавливаем вот эти боковинки и защелкиваем крышечку. Автоматизация лучше, я думаю, использовать автоматизацию по солнцу. Солнце встало, жалюзи закрылись или открылись. И так же, когда солнышко садится. Можно выбрать еще какое-то время после восхода или заката. Кроме этого, можно сделать автоматизацию по движению, по открытию двери и даже по температуре. Все зависит от необходимости вашей фантазии и наличия датчиков. Так как мои вертикальные жалюзы находятся в ванной комнате, соответственно, на ночь я бы хотел их закрывать, так как второй этаж при открытии жалюза очень неплохо просматривается. Зачем смущать соседей? Для этого я сделал простую тему из-за, после 30 минут от восхода солнца жалюзы открываются, до 30 минут они закрываются. Кроме этого, у меня еще есть датчик ZigBee, который работает в паре с реле на вытяжке, соответственно, будем делать дополнительную автоматизацию, датчик движения сработал, жалюзи закрылись, 5-2 минуты без движения открылись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть временной диапазон попадает в период солнечного дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот пример, как это будет работать с датчиком движения. Пусть сейчас не день-ночь, просто проверим автоматизацию на закрытие при появлении человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видим, все четко отрабатываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ждем 2 минуты, пока не будет движения, мешали за сами откроются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, сценарий отрабатывается на отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Умный мотор для жалюзи Ролит могу рекомендовать покупке, полностью справлять со своими задачами. Наличие аккумулятора солнечной панели делает его полностью автономным от электричества, что позволяет восстановить его практически в любом месте. Наличие редуктора и довольно неплохого крутящего момента покрывать, закрывать даже очень тяжелые ролеты или жалюзи. Ссылка на умный мотор в описании под видео. Там же ссылка на мой телеграм-канал, где вы всегда сможете получить ответы не только на свои вопросы, но также первыми получать информацию с новинками умного дома, участвовать в дискуссиях, опросах. Первыми получать купоны на интересные товары. И не забывайте про подписку на канал. Для меня это очень важно. Спасибо за внимание. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok